Здравствуйте, друзья! 30 марта, после завтра день дурака. Вот, я не случайно применил это слово День дурака. Нас всех делают дураками. Причем, если день дурака считается 1 году, в основное время мы такие умные, хрен нас это, на кровой кобыле объедешь. Нет, каждый день, 365 дней в году. А раз в 4 года, 366 дней в году нас дурят. И сейчас мы с этим будем встречаться и продолжать наш бесконечный разговор. Никогда не кончится по одной причине. Значит, есть люди, которые рады бы знать правду, но у них не получается. Вот одно из таких писем. Напоминаю, эта рубрика, эта серия писем называется, значит, переписка с новичками и переписка с корифеями. Ну вот уже вторая серия, опять новичок. Давайте читаем. Да, это было 5-7 лет назад примерно. Переписка. А почему? Догадайте сами, почему я вернулся к этому. Репин В.С. Добрый день, Валерий Васильевич. На мои вопросы я не получил ответов. Вы пишете, смотря, что я хочу. Интересный ответ. Если бы я знал, что я хочу, я бы не спрашивал у вас за это. Правильно, да? Вот. Как вы думаете, что я хочу? Если кусти каприкосно. Вырос, что у меня на даче и вижу первый раз в жизни. Порой читаешь статью и создаётся впечатление, что все читающие садоводы закончили в Тимирской Академии. И должны понимать, о чём пишут учёные. Например, кальниковый подбой – это М9, Ту-352, Буд, Весе, Саркоз и так далее. А я сижу и думаю, что это такое, с чем его едят. Может, поэтому у нас в России нет садов? Так. Половина проблем – да. Я уже отвечаю за то, что у нас нет садов. Это полная абсолютно неграмота. То есть, виновата в этом школа. Уже школьная программа. А начиная там с 6, 7, 8 до 11 класса, именно биология, она дебильна. Такое впечатление, что школьники 6, 7, 8, 10, 11 класса закончили перед этим Тимиревскую Академию. Потому что там тысячи непереводимых терминов, страшных, непонятных, вызывающих тошноту и больше ничего. А потом самые, казалось бы, те, кого мы называем в душе ботаники, поступают в Тимиревскую Академию, в ВУЗы, в эти самые, в институты и университеты. Вот. И выходят оттуда дипломами, ничего не умеют делать. Это все звень одной цепи. А что же получается у вас, гражданин Рейдин? Получается, что будем восполнять эти. Ну, для начала, наверное, может быть, несколько лет назад было сложнее с этим. Да нет, пожалуй. Я набрал карликовые подвы. Еще раз. Что и с чем едят вот это. Вот. Видите, как вы написали? Что такое, с чем едят? Ну, проще пареные репы. То есть, я набрал карликовые подвои. Вот они. И отказываются, что хотите, перейду на нормальный язык. Что это такое? А потому что послать вас сюда, вы опять скажете, я не кончал эту Тимиревскую Академию, мне бы попроще. Попроще так. Берется палка, втыкается в землю. Вот. С определенными условиями. Мы на них не будем, потому что я против всяких М9 и прочих. И обрастает корнями. Хотите увидеть, какими корнями? Ну, пожалуйста. Вот такими вот. Ну, здесь корнями не видно. Ладно. Смотрим сюда. Смотрим сюда, сюда. Вот теперь видно. Вот это вот, я называю страх Божий. Там дальше есть объявление, что тысяча штук продается по 12 рублей штучка. Вот. Бравится они легко. Вот такими партиями продается. Когда они дальше прививаются, поступают на рынки, а потом у нас, вот тут вы правы, у нас из-за этого нет садов. Вот тут вы правы. Что же нам бедных делать? Давайте разберемся, что это за подумаем вначале. Я скопировал эту. Вот сюда. Теперь мы можем приблизить, чтобы нам было понятно. Вот они. Видите, да? Итак, корни из Гулькина. Это самый, ГОС. Так видели? И вот эти корни, вот тут даже приблизитесь, есть некоторые вообще без корней. А продают вот такими связками. А то, что сейчас надо сразу выбрать. Но заметьте, есть вообще без корней. Теперь вопрос стал. Как они вырастили вот это вот, такие мощные, прекрасные корни? Вот. И почему так происходит? Любой продавец убедит вас на рынке уже, ведь впереди предстоит прививка, убедит вас, что корни и дерева в принципе тебе не нужны. Вот почти нет корней, а дерево быстрее заплодоносит, чем ты на первый, второй год. А почему стать, если это правда? Потому что ему скорее надо дать потомство, прежде чем умереть, потому что жизни ему год, два, три, не больше. Представляете? Теперь где делается прививка? Обычно на высоте 20, 30, 40 сантиметров получается штамп. А как оно все это выкарит, вот эти вот жалкие корни? Вот. Получается, мой уважаемый, я уже не говорю, гражданин Репин, товарищ, позовем вас. Репин, вот, мы с вами одной крови. Итак, возвращаемся обратно. С подвойми разобрались? Вот. Тогда я дальше цитирую сам себя. Пусть за второй попытками я вам ответил. Смотрим. Ваш пример с таинственными карликами по двое очень удачных местом. Вы, новичок, но нутром почувлив, что тут и тут не так. Сейчас я карлики немного развенчаю. Да, в словах и замачиваясь в рекламных статьях прививки высокорослых деревьев на карлик по двое это по наце от проблем со сбором плоду. Так, здесь я остановлюсь и прокомментирую сам себя. Вы представляете? Какой ужас, когда дерево большое, урожай большой, а собрать его трудно. Надо, чтобы плоды были доступности, чтобы не вставать на цыпочки. Вот это тот ужас, что не дай Бог, если большое дерево. Вот тут-то вы новичок-то нутром почувили. Что-то тут не так. Дальше цитирую сам себя. И фото-то какие замочи. Двухметровые деревья, усыпанные плодами. И трудозатраты на сбор плодов подсчитаны. В 5-6 раз меньше, чем в высокорослых деревьях. Получается, проблема с урожайными решениями, раз он нам не нужен высокорослых деревьев. Давайте еще вернемся назад и ставим еще. Теперь еще раз мой комментарий. Вот все, что вы видите, вот эти корешки, они никогда не выкронят дерево на многие, допустим, десятки лет. Из-за того, что у них ограниченный рост, дерево перестает расти. Получили пару ведер, еще раз пару ведер, а дальше плодовое образование истощается, а дружиное новое. А где взять-то корни больше не это дерево не кормят и дерево расти не может. Значит, на этом реклама, а потом и карьера этого дерева заканчивается. Дальше я цитирую опять сам себя. Сколько лет продержится интенсивная, да, еще интенсивными называют, почему? Вот эта палка, которая с искусственными корнями, это часть взрослого дерева, поэтому стоит на нем привить, срабатывает метр, и оно сразу начинает плодовуюсь. Дерево семечки, у него есть, так сказать, юбинальный период, то есть период детства. Она несколько лет развивается, прежде всего суперплодношения. А здесь нет палка с дерева с искусственными корнями. И вот это выдают за это самое, за достижение. Итак, их название интенсивным, именно корнями. Дальше я это называется вошат холодной воды. Из-за неполной биологической совместимости большее на меньшее. Это извращение в прямом переносном случае. Знаю, что дерево долго не прожит, оно быстренько дает несколько отборных ухожая, благополучно умирает. А причина, как всегда, совмещаемого совместимое, находит климаты, которые всегда виноваты. Решать за вас одно не могу. Скажу примеру, не прививайте. А теперь мы должны вспомнить, откуда сыр борт. Вот. Итак, есть кустик абрикоса, выросший на даче Юры первый раз в жизни, и что с ним делать? Вот. Абрикоса. А вы сами упомянули подвое, а подвое это яблонево. Я не виноват. Итак, теперь поговорим о будущем вашего детства абрикоса. Решать за вас не могу. Скажу примеру, не прививайте. А если вырос это еще не скоро, несъедобные плоды, если вырастут не скоро, несъедобные плоды, тогда получается надо бы привать. Скажу привет, я привык его за водом будут мертвы, а у меня так бывает что прямо мы подвое. А и приживутся надолго ли? Против вас и механическая, биологическая несовместимость, в разной степени неполная. Ну и теперь это было за упокой, теперь за здание. Мой вечный практический совет всем садоводам. Берите количество семян посадочных мест в суток земли. Вот только это поможет вам вырасти то, что например выросло у меня. Уже наверное раз десять показывал, еще покажу. Вот это мой сайт. Это моя фотогалерея. А если у меня был один единственный кустик абрикоса, причем подозрительный непонятно чей. вот видите у меня тоже начиналось когда-то с одного абрикоса. Я купил два. Один более-менее плодоносил, второй вообще не плодоносил. Вот и с этого все и началось. Но как я понял он хотя бы цвел и опылял соседа. Получилось два абрикоса на одном плоды, на другом нет. Но уже эта пара давала получается все-таки совместный врага, хотя один оставался бесплодным. все но не плодоносил. Вот и так брать только количество. Вот поэтому вы уперлись в этот единственный и думаете что с ним делать? Да ничего не делать, пусть себя растет. Сойдет до плодоношения, вы идите несъедобные переприятия. Съедобные, молите Бога, что вас не обманули. Вот на этом друзья я прошу вас понять меня, что я вернулся к теме старых-старых писем, потому что ничего не изменилось. Ведь если это все-таки вопрос задан много лет назад, но это все в карликовой это сегодня, это сейчас, это сегодня, это сейчас, вот. И вот это тихий ужас, вот я так и называю, это сегодня, это сейчас, вот. Можно внедриться, вот самое левое возьмите, можем внедриться, метровое саденце, вот на этих жалких, жалких корнях, которые не морозостойкие, которые никогда не пойдут глубь, не напьются антиплиза, то есть, чем глубже, тем более морозостойкий не замерзающий раствор. Нет. Это все рассчитано на это, чайпоседатор, день дурака. Наверное, надо было 1 апреля, вот об этом. Но у нас столько проблем, ребята, что 1 апреля мы найдем, о чем поговорить. Вот. Также у меня писем до 1000. Вот. И последнее, прошу меня извините, у меня вебинар будет 3-го понедельника, так? Вот. Кажется, 3-го. и там я процитировал письмо, человек, который сказал, такой молодец, такой молодец, я буду отвечать на все письма, и он мне задает тоже вопрос. Вот. Меня зацепило вот это, что я отвечаю на все письма. Я на тысячи письм не ответил. 23 часа я буду отвечать, и все равно всем не отвечу. А еще есть работа. А еще я заботюсь о ваших садах. А моя забота заключается в следующем, друзья. Пусть это кусочек рекламы. Пусть. Но вот это вот, вот это вот, все превратилось в черенки и сейчас еще продаю черенки. Вот. Кстати, тут моя любезная где-то углу мою рисование. Вот я сегодня принял вот этот заказ. по-моему, это углу заработная. Здесь на крайнем не видно. Посмотрите. Кок Шаров Вячеслав Павлович. Он у меня заказал адрес 35 человек. Вот только в этом случае будет у нас такой же настоящий сад, который вы видите в рекламе. Уходят последние дни. сегодня 30 марта. Вот. И соответственно все вот эти вот абрикосы превратились в косточки. Вот. Огромное количество было специально сгнило. Специально и вы имеете возможность оказать еще и косточки. И это ваш шанс выросли такой сад. От человек новичок растерянность. Что такое подвой не знает. Абрикосы умудряются на вишни поливать и страна получает сотни тысяч за все годы. Миллионы неходных шансов, которые не вырастили ни одного взрослого дерева. миллионы продают и ни одного не вырастает. Как так? Ну а как? Карликовый подвой. Вот. Вишня степная, вишня песчаная. На нее абрикос. Год два пожил, три и на костер. Вот. А почему нельзя вот эти вот абрикосы использовать, а? Вот эти вот. Вот эти вот. Вот эти вот. Вот. Чтобы вырастить вот такие вот. Почему нельзя? вначале по двое или даже корни собственные. И даже корни собственные они вот такие поддают. Вот смотрите. Ну это так в слову рекламная пауза. Вот такие. Вот такие. Вот. И получается ладно это уже слева. Вот. И получается что нет ни одной косточки из тех этих сотен тысяч собрал и сейчас лежат без дела. Вот. Нет ни одной которая станет дичком. Соки, компоты, варенье. По единственным примером это когда он у меня становится классическим. Приезжает главный редактор Костяковской газеты Котенда. Вот. Ирина Владимировна с дочкой абрикосов уже нет кроме манжурца. Кроме вот таких вот сейчас покажу. Вот. Казалось бы чуть ли не дичок манжурец патриарх огромный урожай плоды мелкие. Вот. Где что показать хотя бы тут все его сыновья. Это все его сыновья. Сыновья, сыновья. Вот. А сам манжурец что ты будешь делать куда что где тебя искать. Ладно. Короче сам манжурец для меня был практически несъедобный. Я все таки с Украины родом. Вот. И они берут собирают два ведра есть фотография еще моя это дочка как бы я называю ее дочкой племянница помогла собрать два ведра в машину и поехали они дальше путешествовать по Сибири. Через три дня вернулись к Костовяск и говорят пишет мы приехали ведра пустые я спрашиваю что выбросили нет съели в дороге два ведра манжурец кабликосов съесть в дороге деле непрерывно вот так тема не сегодняшнего дня раскрыть эту тему я считаю что я сказал достаточно письмо которое пришло ко мне оно было сумбурное оно было действительно написано в панике вот вот он пишет фото заманчивое двухметровое дерево сыпанное плодами на одно двухметровое дерево сыпанное плодами приходится тысячи мертвых или пустых вот еще пару слов вот глядя вот на это чудо где-то мы сделали это чудо глядя на это допустим я вижу что это палки из культурных этих самых яблони они их привьют тоже культурно совместимость будет хорошая а они умрут замерзнут а если это дичок от допустим диких палок нарезали воткнули прорастили тогда совместимости нету вот и вот и получается что вот эти слова к чему цепляться может поэтому у нас нет в России садов вот коллега получается мы с вами оба права и вы со своим недоумением я со своим субборным ответом ну хит трудно было ответить абсолютно потому что вы сами перескакивали туда-сюда вы пишете несмотря на то что я хочу интересный ответ если бы я знал что я хочу я бы не спрашивал у вас совета как вы думаете что я хочу если бы каприкоса вижу первый раз извините это самое самое ВС но так же действительно получается что мне пришлось трудно отвечать то как мог ответил кто-то может что-то почерпнул злой ответ все заканчиваю заказывайте черенки заказывайте косточки благодарю за внимание разрешаем вернемся как из него кто-то Продолжение следует...